Меня и так фу. Фу. Я испугался. Я думал, что это реальный ребенок. Это что, человеческое мясо? Наверное, нужно это открыть. Эй, йо, что творим, бро? Меня зовут Сергей Ониси, бро. Сразу же, просто сразу же, бери подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприм-банду. Ведь преодолимый соприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе там не очень нравится, поэтому, бро, лучше быть с нами. Нашей крутой соприм-банде. Эй, бро, в интернете начали появляться ролики от популярных блогеров. Дима Маснюк и Химан, которые тоже попытались заказать коробки из Даркнета. И они заказывали у каких-то других продавцов из Даркнета. И я решил попробовать тоже заказать у тех же самых продавцов. И их посылки очень сильно отличались от других. И мы их просто где-нибудь в лесу закапывали, и они их потом сами искали. И это просто жесть, как интересно. Потому что, когда мне приходила посылка на почту, не на мою имя, не на мой адрес, просто на почту, я мог ее забрать и посмотреть дома. Но ведь насколько же интересно посмотреть эту посылку из Даркнета где-нибудь в лесу. И поэтому вчера вечером я это заказал. Поскольку из-за прошлых посылок у меня уже не оставалось денег, я решил заказать самую бюджетную посылку из Даркнета. Это за 10 тысяч рублей. И мне реально интересно, что же будет посылкой за 10 тысяч рублей. И утром мне скинули координаты, где находится моя посылка. Я нашел продавца, который продавал эти посылки в моем районе. И мне повезло. Когда он мне скидывал координаты, он скинул недалеко от меня лес. Всего-то за 80 километров от моего места, где я живу. И мы почти сразу же отправились туда искать его. Мы прибыли на то место, которое нам скинули координаты. И здесь какие-то странные здания стоят. Все очень странно. И сейчас мы будем искать то место, которое нам скинули на фотографии. Нам скинули вот такое вот место, что нам нужно туда зайти. А посылка будет где-то здесь закопана. Около такой ветки и какая-то бумажка. И мы ходили, искали потом лесу те места, которые были на фотографиях. Мы их просто не находили. И я уже подумал, что я просто впустую выкнул свои деньги. Что мы просто никогда не найдем ту посылку. И еще под конец мы заблудились и тоже не могли найти то место. Естественно, после этого у меня просто опустились руки. Я потерял свои деньги, я не нашел то, что хотел. И мое видео не выйдет по расписанию. Потому что я потратил весь день на то, что ходил по лесу и искал. То, чего может быть даже нигде не оставляли. Кажется, мы заблудились и все никак не можем найти то место, где была закупана та самая посылка. Мы даже не можем найти то место, где была скинута фотография, куда нам именно нужно зайти. Я не знаю, куда идти. Но когда мы возвращались назад, нам пришлось перейти через весь лес. И мы нашли то место, которое было на фотографии, а в другом конце леса. По-моему, это то самое место, куда нужно. Это оно. Мы нашли то место. Как оказалось, это место было в другой стороне леса. Мы просто не с туда зашли. Нам скинули немного не те координаты, которые нам надо были. Ну ладно. Здесь какая-то мусорка. Очень странно, что именно здесь закопали. И, естественно, нам пришлось еще походить по тому месту и поискать. Потому что не все так легко найти, как оказывается. Кажется, то же самое место. Кажется, мы нашли это место. Но сейчас попробую здесь покопать. И посмотреть, что-то получится. Здесь что-то есть. Это какой-то мешок. И, похоже, в нем что-то запечатано. Кажется, мы нашли ту самую посылку с Тракнета. Офигеть. И вот это то случилось. Мы нашли то место, где была та самая посылка. Всего то, что нам оставалось, это лишь только откопать то место. Вы не поверите, как я был рад тому, что я нашел это. И я начал копать. Итак, мы нашли эту гребаную коробку. Хотя это не очень похоже на коробку. Это что-то железное. Похоже как бы на какую-то странную самую СССР-русскую печь. Из Союза. И сейчас нужно эту открыть. Поэтому у тебя лучше отойти. Потому что она может рвануть. Окей. В принципе, здесь ничего нет такого взрыва опасного. Здесь есть какой-то пакет. И что-то очень странное посыпано сверху. Это даже не похоже на тот самый песок, который используется специально для котячих глотков. Так. И в принципе, сейчас нам нужно это все достать и посмотреть, что там. Окей. Я переобул свои руки. Теперь можно попробовать достать из той коробки все. А пока что ты можешь нажать на лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы выступить в мою супрем-банду. Окей. Пришло время это вытаскивать и смотреть, что там. Здесь есть банка какая-то. Окей. Давайте-ка просто пока что откроем это, что у нас здесь. Окей. То, что мы сейчас открыли в этой банке, это просто жесть. И скорее всего, вы это увидите в конце видео, чтобы удержать аудиторию. Или может где-то... Короче, где-то посредине, или может в конце видео вы это увидите. Так что нам придется смотреть все видео. А у нас здесь есть еще кое-что. Реально, что это? Воняет так, фу. Давайте попробуем это открыть. Это всего лишь обычная кукла, как мне кажется. Это просто жесть. Это обычная кукла, но просто невыносимо. Камон, тот, кто собирал этот сундук, бюджетный сундук, очень похоже какой-то ненормальный. Это еще не конец, у нас здесь еще что-то. Я вижу вот еще один черный какой-то пакет. Как много этой штуки. Что это вообще такое? Коется, это еще одна банка. Интересно, опять что-то ненормальное. Опять какой-то странный черный пакет, без никаких этикеток. Давайте попробуем его снова как-то безопасно открыть. Ух ты, ел. Фу. Я испугался. Я думал, что это реальный ребенок. What the fuck? Это выглядит так жутко, как будто это реальный младенец. Который плод еще, который только начинал зарождаться у женщины. Это всего лишь игрушка. Это просто нереальный ужас. Офигеть. Но это так правдоподобно выглядит. Это просто жесть. Очень жутко смотрится. Я не уверен, что это Ютуб пропустит. Это что, человеческое мясо? Это реально похоже на человеческое мясо. Наверное, нужно это открыть. Я знаю, это плохая идея, но у меня нет выбора. Это свинина. Это не человек. Пахнет, в крайнем случае, свининой. Возможно, человек пахнет тоже свининой, но я не уверенный. Да, это 100% свиня. Это не человек. Я уже думал, Ютуб удалить видео. Пронесло. Так, что ж. Мы вытянули уже три банки. И давайте посмотрим, что здесь еще есть. Нет, все. Здесь больше ничего нет. И самое ужасное с этой посылки, это вот это. Мясо. Я реально поначалу подумал, что это человеческое мясо, но на запах оно как свинина. Вы представьте, какой был бы мой строг, если бы это было реально человеческое мясо. Хотя я не знаю, как реально пахнет человеческое мясо. Минуты на минуту уже будет здесь темно, и это очень странное место. Да почему именно здесь решил испратить эту странную посылку? Здесь постоянно лают какие-то собаки. Недалеко отсюда вот какое-то здание. Невероятно огромный склад. Это реально жесть. Вчера днем я это заказал, и если бы кто-то за ночь нашел и это откопал, он бы, наверное, с ума сошел от того, что он увидел. Ясно, что я знаю, что это посылка с Даркнета, и мне как бы понятно, что это. Это прям жесть, как можно потрепать нервы. Это просто жесть. Может быть, лучше взять все это закопать. По крайней мере, похрен на печке. Я ее не закопаю, она очень огромная. Но вот эту вот реально лучше закопать. Здесь все равно какая-то мусорка. В принципе, я думаю, это можно выбросить. Но вот эту, вот эту лучше спрятать, чтобы этого никто не видел. Я думаю, многие со мной согласятся. Фух, в принципе, все. Что же, это нужно выбросить в пилах. Я сделаю потом. Оно, жизнь какая грязная. Вы только представьте, если бы мне реально пришло человеческое мясо. И вы представьте, как бы было страшно, если бы это было реально человеческое мясо. Потому что если бы это было человеческое мясо, то Ютуб бы просто не пропустил это видео. И все те деньги, все те силы, которые мы вклали в это видео, было бы просто пустую. А так, это всего лишь свинина, так что можно. Некоторые ведь кулинарные блогеры тоже выкладывают свинину. Не так ли, Ютуб? На самом деле, я не ожидал, что посылке за 10 тысяч рублей с Даркнета будет что-нибудь интересное. И поверьте, это очень сильно потрепало мои нервы. Потому что это было жесть как интересно. И эти куклы, они выглядели очень жутко. Но как бы было круто, если бы я их забрал домой и оставил где-то здесь. Но скорее всего, у себя дома я сделаю это сам, а не возьму какую-то штуку из Даркнета к себе домой. Все же, я думаю, что я хорошо сделал, что я просто их закопал. Окей, бро, на этом все. С тобой был Сергеонис. И, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь предотвратимый Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Как видишь, ты под нами, если ты не подписан. Поэтому лучше подпишись, чтобы быть с нами. Ведь я же вижу, что тебе там нехорошо. И, бро, поставь лайк. Ведь тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно и мотивирует. А если ты хочешь увидеть еще какие-то посылки с Даркнета от других продавцов, то обязательно поставь свой лайк. И, бро, подписывайся на мой Инстаграм. Ссылка в описании осталась специально для тебя. Там, кстати, есть кое-что интересное с Даркнета, которое не вошло в это видео. Поэтому, бро, мой Инстаграм ждет именно тебя. И в моем Инстаграме входят очень страшные фотографии. Но если, бро, ты боишься, то просто пиши мне в директ. И я отвечу, бро, именно тебе. Да-да, бро, из всех тысяч человек, я отвечу именно тебе. Ведь я отвечаю всем своим, бро. И да, бро, я не забыл. Вот комменты из-под прошлого видео. Господи, ты же, вглядись, какие они шикарные. Не расстраивайся, бро. И не расстраивайся, бро. Ты тоже можешь попасть в следующее видео. Всего то, что тебе стоит, надо нажать на лайк, колокольчик. А затем написать свой комментарий. И если по твоим комментам не больше никаких комментов, то ты подай в следующее видео. Как видишь, бро, из Супримбанды попали. Поэтому ты тоже сможешь попасть в следующее видео. Вот такой вот простенький билет ко мне в видео. Лайк, колокол и оставляй свой коммент. И ты уже сто процентов будешь в следующее видео. А на этом все, бро. Оставайся на такие видео шикарные. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok